Всем привет! В эфире очередной выпуск нашей традиционной рубрики Like Arena, в которой мы изучаем социальные сети мордовских спортсменов и самыми интересными публикациями делимся с телезрителями 10 канала. В нашем прошлом выпуске мы рассказывали, как железный человек из Мордовии Андрей Соломкин постигает азы GPS-арта. С каждым забегом его картины становится все сложнее, творческий прогресс налицо. А для заинтересовавшихся новым видом уличного искусства Андрей показывает наглядно, как происходит процесс GPS-рисования. А вот заслуженный мастер спорта Денис Нижегородов бегает не из любви к искусству, а ради подготовки к первому в своей жизни марафону. Пока дела идут неплохо, несмотря на то, что пришлось пропустить целую неделю из-за небольшой травмы. Но сейчас Денис снова в строю и готов покорять спортивные вершины. Футболисты Мордовии провели контрольный матч с Ульяновской «Волгой», одержали уверенную победу и продолжают подготовку ко второй части сезона ФНЛ. А мы можем полюбоваться фотографиями игры, которая, к слову, проходила в футбольном манеже, на странице официального аккаунта клуба в Инстаграме. Хоккеисты Мордовии 2008, похоже, расстаются с шайбой и клюшкой только на время сна и обеда. Нет льда – не проблема. В хоккей можно поиграть и в обычном спортзале. Убедитесь сами – видеоподтверждение найдете на страничке команды. Все в той же социальной сети Инстаграм. Цветы, объятия, поздравления. Так встречают на вокзале серебряного призера юношеского первенства мира по биатлону Любовь Калинину. Вот только происходит все это не в Саранске, а в Саратове. Ведь воспитанница мордовской шор по зимним видам спорта является уроженкой именно этого города. Но ничего, скоро придет и наше время поздравлять Любу. Ожидание этого момента скрасит просмотры фотографий в ее соцсетях. И в завершении еще одна традиционная рубрика нашей программы «Ну что там у борцов?». А у борцов все хорошо. Максим Сурков осваивает экстремальный вид спорта – фигурное катание с коляской – и делится фотографиями своего деревенского быта. Дмитрий Питайкин проходит медицинские тесты, которые должны подтвердить его богатырское здоровье. Артем Сурков слушает внеплановый скрипичный концерт в электричке. А Виталий Кабалуев наслаждается прогулкой по подмосковному санаторию. Ставим ребятам лайк за отлично проведенное время и ждем чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который уже не за горами. На этом очередной выпуск нашей программы подошел к концу. Не забывайте подписываться на наших спортсменов в соцсетях и ставить им лайки.